Сегодня было тоже изъято правоохранительными органами и оружие, и была репетанда. Как бы правоохранители сработали, но не до конца. Поэтому у нас произошло вот такое ЧП. Мы сделали определенные выводы, но это не должно нарушить сессионный процесс, потому что мы понимаем всю нашу ответственность за бюджет и за другие вопросы. Поэтому у нас принято решение, где провести и как сессию. Сегодня в 19.00 в Центральном исполком, в актовом зале мы вас всех приглашаем. Мы уже организовали видеотрансляцию, организовываем. Мы проводим сессию. Я думаю, сейчас главы фракции тоже. Скоро, то, что произошло в сессионном зале, к сожалению, происходило в последнее время, но не может не найти оценки со стороны не только депутатства, а и всех горожан. Петер, бы еще раз напомнить, что сегодня на сессии, которые сорвали, должны были быть рассмотрены какие вопросы. Вопрос номер один. Это вопрос бюджета. Уважаемые журналисты, я хочу вам напомнить, что депутаты городского совета всех фракций, кроме фракции «Самопомощь», еще в конце августа или в начале сентября собирали подписи за то, чтобы собрать неочередную сессию и рассмотреть главным вопросом вопрос подготовки к отопительному сезону. К сожалению, практически за больше, чем за месяц городской голова по разным причинам еще в нужном это сделать. То, что произошло на сессии сегодня, мы считаем, что в этом, опять же, длина исключительно городского головы. Это он несет полную ответственность за то, что фактически сегодня на грани срыва оказались вопросы, связанные с медициной, с покупкой медикаментов, вопросы, связанные с заработной оплатой учителям, с покупкой энергоносителей и отопительной сезон. Мы собрались главными фракцией, которые действительно являются конструктивными силами и понимают, что вот этим провокационным действием со стороны городской исполнительной власти мы не дадим осуществиться. Как бы ни хотелось сорвать сегодняшнюю сессию, сегодня сессия будет. И бюджет мы рассмотрим. И заработные платы мы проголосуем. И медикаменты мы купим. И город к отопительному сезону мы, местное самоуправление, депутаты городского совета, берем на себя ответственность, и мы подготовим. То, что касается других вопросов, которые сегодня должны были быть вынесены на рассмотрение сессии, хочу вас поставить в известность, что мы, как бы кому-то не хотелось, мы все равно рассмотрим вопрос, который касается конкурса по ЖКХ, по управляющим компаниям. Отчет контрольной комиссии сегодня прозвучит, как бы кому-то не хотелось, из городской исполнительной власти, но то, что было наработано местным самоуправлением и депутатами городского совета, сегодня будет озвучено. И соответствующее решение будет принято. Поэтому еще раз всем большое спасибо и хотелось бы пригласить вас, помогите нам, уважаемые журналисты, помогите нам максимально осветить эту сессию. Она будет нестандартной, но это, наверное, первая сессия за последнее время, которая покажет, что местное самоуправление, как бы его ни пытались, извините, кончать, оно существует. Депутаты городского совета, в отличие от некоторых чиновников городской исполнительной власти, будут продолжать выполнять свои депутатские обязанности. Сессию мы проведем. Приветствую всех. Снова здравствуйте. Так сегодня случилось, что мне довелось быть в центре. Рада я этому, или не рада, я вам скажу честно. Знаете, для кого-то то, что было в зале, это естественное, что может быть и содержится внутри, а для кого-то это удобрение. Поэтому, что хочется сказать, как бы не было желания сегодня в Николаеве навязать мысль и дискредитировать депутатский корпус, независимо от его политической окраски, мы можем быть все разные. У нас могут быть идеологические, какие-то суперэчки. И это нормально. Украина – это демократическая страна. Поэтому две системы власти, исполнительные, так сказать, и советы, они существуют независимо одна от другой. И это обеспечивает принципы демократизма. Что сегодня происходит в городе Николаеве? Неэффективность управленцев и неэффективность расходования средств бюджета пытается постоянно в мысли граждан посеяться мысль, что в этом вина депутатского корпуса. И иногда, скажем так, слабые позиции тех или иных людей приводят к тому, что мы видим сегодня в зале. В зале сегодня была чистая позиция проявления слабости. Те, кто сильны из этой позиции, станут еще сильнее. Хотелось кому-то донести о том, что депутатский корпус не диспособен и не может провести сессию. Я вам скажу одну вещь. Даже ценой таких событий сессия будет проведена. И те деньги, которые ждут инсулино-зависимые люди, они будут проголосованы в зале. И мы выполним свою миссию, которую успешно чуть-чуть провалили до этого чиновники. Потому что обычно они все делают опоздав, а потом вина депутатского корпуса, что что-то кто-то не проголосовал. Я повторяюсь, очень часто нам в зал приносят документы неготовые и сырые. Когда начинаем точечно в них разбираться или глубоко, наше нежелание смиряться с дефектностью технических решений транслируется, как наше нежелание конструктивной работы. Это совершенно не так. Поэтому депутатский корпус сегодня демонстрирует полностью понимание и ответственность за то, что бюджет это тот процесс, который вообще не зависит ни от чего. Самое главное это законность, самое главное это соблюдение сроков и рациональное использование бюджетных средств. Сегодня мы проголосуем те бюджетные средства, которые должны были пойти, повторяюсь, на инстаграммозависимые программы и прочие выше названные строки бюджета. Все остальное, что хотели посеять в зале смуту, разночарование и всякое такое, я повторяюсь, тот, кто сильный, он станет сильнее, а дешевка останется дешевкой. Добрый вечер. Давно нахожусь в этом сессионном зале с 1998 года. Это СССР. Подобного не видел никогда. Подобной беззубости и подобного такого фривольного отношения к элементарным вещам и видел никогда. Внеочередная сессия, как правило, собирается по одному какому-то важному вопросу. Внеочередная сессия была собрана в июне, сегодня уже вот-вот середина октября и продолжается эта внеочередная сессия. Уже пятое или какое-то по счету пленарное заседание. Это театр абсурда. Вот некоторые люди, которые интересуются городской жизнью, которые смотрят прямую трансляцию сессии городского совета, которые как-то совершенно в нужный момент почему-то выключаются камеры, как сегодня, что отследить все с камер не получается, пишут подобные вещи. Завтра, допустим, это будет кислота, как это было в Херсоне во время нападения на исполняющие обязанности управления делами. Слушайте, если в Морсавете в самом сердце города не могут навести элементарный порядок, не могут обеспечить безопасность, что надо говорить о безопасности в городе? Что надо говорить у тех, у кого нет охраны городского кома, у тебя нет возможности такое количество правоохранителей привлечь. Я опытный человек и по роду своих обязанностей всегда занимался обеспечением организационными моментами и координацией работы с правоохранительными органами различного рода мероприятий. Я вместе со своими коллегами, которых немало, пережил весь 2014 год и 2015 в этом здании. Чего здесь только не было. И оружие, и обрезы, и гранаты, и поджигающиеся шины, и люди, которые по идеологическим соображениям приходили оставить свою позицию в самых разных вариантах. Есть очень много записей, вы все это видели. Невозможно позволять подобные вещи, когда город живет в принципе стабильной нормальной жизни, у которого достаточно подкреплено бюджетом и финансовым ресурсом все, что может в городе сейчас реализовываться и не реализуется, что мы пришли к странной формуле, когда без средств мы умудрялись решать самые острые проблемы, когда, как пример приведу, на Лазурной 40 и у нас вообще не было ни копейки, ничего и так далее, но тем не менее полностью все, что было нужно реализовать для спасения безостанственности было и сегодня, когда бюджет разрывается, средства сотнями миллионов не используются, работники исполкома меня просто некоторые поражают, потому что в течение 6-8 месяцев нет ни одного запроектированного объекта и многого другого, но все начинается вот отсюда, вот с подобных вещей. Здесь кому-то а вы не сомневайтесь, что это организованная акция, в которой принимала участие специально подготовленная, проинструктированная и обученная группа юных ребят и детей, я уже говорил, что возраст некоторых не позволял проверить их документы по причине того, что их у них нет, нет паспортов, нет 16 лет, которых втягивают в эти вещи и дестабилизируют все, что можно. Но жизнь есть жизнь. сомневайтесь,